Девушки отдыхают Сегодняшние беседы с нашим гостем Все вы, наверное, уже узнали ведущую программы «Мамина школа» на ТСВ Олеся Новикову Привет, Олеся Привет, Саша Привет, Олеся «Мамина школа» выходит на ТСВ по субботам в 11 утра Смотрите всей семьей с удовольствием Там много всего полезного и интересного на самом деле Спасибо за анонс Олеся, мы уже сказали о том, что будем говорить про воду Воду для детей Для чего детям пить воду? На самом деле, Саша, этот вопрос можно назвать проблемой Современные дети на самом деле очень мало пьют воды Они пьют соки, они пьют морсы Кто-то любит молоко, но именно чистую воду почему-то игнорируют Я могла бы долго объяснять, как вода влияет на работу мозга человеческого и органов Но мы не будем лить воду Да, не будем лить эту воду Я просто скажу, что если вы хотите вырастить здорового, счастливого, активного ребенка Которому легко учиться в школе, у которого все получается, его нужно обязательно научить пить воду Олеся, может быть, есть какие-то признаки обезвоживания, что ребенку необходимо прям пить воду? Да, такие признаки есть Если ребенок очень часто жалуется на усталость И вообще вы замечаете, что он частенько бывает вялым Это, скорее всего, говорит о том, что ему не хватает воды Если он говорит о том, что у него болит голова, суставы, ноги и поясница Если вот такие жалобы поступают, то, скорее всего, ему не хватает воды Если он плохо засыпает, даже это говорит о том, что водички недостаточно Ну и если ребенок прямо просит воды, это говорит о том, что воды в его организме недостаточно Потому что наш организм, он подает сигнал с запозданием То есть если уже попросил, то, значит, воды надо было дать давным-давно Еще вчера, да Да, не дожидаясь этой просьбы Хорошо, то, что пить воду ребенку нужно, мы уже не спорим Сколько нужно воды в сутки, в день пить ребенка? Ну, я могу сказать среднюю такую цифру Ребенок, который весит, допустим, 23 килограмма, это примерно младший школьник Он должен выпивать в день 3-4 стакана воды То есть дальше прибавляйте Чем старше ребенок, тем должно увеличиваться количество воды Ну, а как вот у ребенка сформировать эту привычку пить воду? Как ему объяснить, что вода – это полезно? Чтобы он просил, и ему хотелось Да, есть такие всякие приемы интересные Дети наши очень любят всякое волшебство И если ему загадочным голосом рассказать, что вода – это волшебная жидкость И когда человек ее пьет, его организм наполняется силами То он действительно в это будет верить И каждый глоток воды действительно будет приносить пользу Потом рекомендуют воду в доме сделать доступной То есть ребенок для того, чтобы выпить стакан воды То есть ведро воды должно стоять возле ребенка? Ну, ведро не ведро, но, по крайней мере, красивая, яркая кружка, которая его любимая Которая привлекает внимание, она должна быть на таком уровне, чтобы он без всякого подставления стульев И без того, чтобы привлекать к помощи взрослых, мог достать эту чашку и выпить Потом еще можно завести такую привычку Вот бутылка в течение дня, она, допустим, пусть будет каким-то скотчем обклеена ярким Вот сколько раз ты мимо нее прошел и твой взгляд упал на эту бутылку Вот столько раз ты должен взять и несколько глотков выпить И эта привычка, если она сформируется в детстве, она перейдет и во взрослое состояние И потом ребенку вообще будет легче жить и пить А мне вот интересно, когда нужно пить, до еды или после еды? Или во время Во время, кстати, да, но многие спорят, можно ли запивать во время или нет? Ну, вообще, гастрологи запивать не рекомендуют, потому что вода разбавляет желудочный сок И пища в желудке плохо переваривается, лучше между едой, если просят Ну, вот мы говорим, вода, 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 откуда взять эту воду? Если вы уверены в чистоте вашей водопроводной воды, конечно, можно давать и ее Но я бы не рекомендовала, я для своих детей воду фильтрую Другие мамы покупают бутылированную В принципе, это не имеет такого огромного значения Я еще вот хотела бы добавить последнее, что дети наши пьют, но обычно соки, морсы Ну, вот я хотел, Брэка, спросить, если схитрить Если схитрить, это тоже жидкость Нет, на самом деле считается именно 3-4 стакана только воды Чисто, без никаких дополнительных Можно, ребенок должен и стакан сока выпить, и стакан молока у него в рационе обязательно должен быть Но воду ничем, к сожалению, заменить нельзя Спасибо большое, Олеся, что к нам пришла, рассказала о волшебной воде Таком простом, казалось бы, элементе домашнем, который у всех есть Вода в кране, но она творит волшебство Оказывается, тоже нужно знать какие-то правила, чтобы ее пить А мы продолжим, сейчас мы поговорим о ресторанном этикете Кстати, в ресторане, когда вы получаете чашечку кофе, заказываете, то вам тоже дают стакан воды И это должны делать бесплатно, насколько я понимаю А вот наш корреспондент разбирался и выяснял, кто же должен платить по счету в ресторане Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»